Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллах и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди за предни месяцы послания мира для всего человечества. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в Писании, в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю, четыре месяца из них запретнее. Такова правая религия. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, «По своей милости Всевышний Аллах дарует своим рабам времена благости и благословения, во время которых умножаются добрые деяния и прощаются злые». В Священном Коране говорится «И напомни им дни Аллаха». А также посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, сказал, «В течение дней вашей жизни есть определенные моменты, которые имеют особое значение для вашего Господа. Будьте готовы к ним. Быть может вас настигнет один из таких особенных моментов, и вы более не будете несчастны». К этим особо значимым религиозным сезонам относятся запретные месяцы, о которых величественный Аллах коротко упомянул в следующем аяте. «Инна айдата шухури инда Аллахи 12 шахра фи китабы Аллахи яума халакас сэмауати вал арду, минха арбаатун хурум, ذаликаддинул кайям, фала тадлиму фи хинна анфусакум». Воистину, число месяцев у Аллаха 12 «Так было записано в Писании, в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю, четыре месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе». Наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, подробно объяснил это во время своей прощанной проповеди, сказав, «Время движется так же, как и в тот день, когда Аллах создал небеса и землю. Число месяцев у Аллаха 12. Из них четыре запретные. Три месяца последовательно, и месяц Сираджаб, почитаемый племенем Мудар, который приходится на время между месяцами Джумада и Шабан. Запретные месяцы имеют святость, значимость и защищенность у всемогущего Аллаха, ведь они названы запретными ввиду своей великой запретности. Поэтому исламинский шариат запрещает сражаться в эти месяцы, а также считает нарушение святын более запретным. Аллах Святу Невелик говорит, «Ясалу на каани шагри л-харами киталиюн фиги, кул киталюн фиги кабир». Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц, скажи, сражаться в этот месяц великое преступление. Так, запретные месяцы несут послание мира для всего человечества, ведь ислам – это религия мира, а мир – это одно из имен всемогущего Аллаха. В Священном Коране говорится, «Он Аллах, и не божество кроме Него, властелина святого мира». Помимо этого, наш пророк, да благословите его Аллах, и приветствует пророк милосердия и мира. Аллах, слава Ему и величия, говорит, «Ва ма арсалнака илла рахматен лил арамин». Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Наш благородный пророк, да благословите его Аллах, и приветствует, молился Всевышному Аллаху после каждого намаза, говоря, «О Аллах, Ты мир, и только от Тебя мир, благословен Ты, и обладатель величия и достоинства». Ислам не стремится не сражаться, не проливать кровь, скорее он всеми средствами и во все времена воздерживается от этого, склоняется к миру и укореняет его. Аллах Всемогущий и Достославный говорит, «Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха, воистину Он слышащий, знающий». Пророк Мухаммад, мир ему благословен И Аллаха, тоже говорит, «Не желайте встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении, но если уж вы встретились с ними, то проявляйте терпение». Тем самым послание Ислама это послание мира и гармонии, а его тел – счастье всего человечества. Аллах Всемогущий и Великой изрек, «Я, айюха, лазина, аману, инна халакунаكم мин дзекарин ваунфа, ваача'альнаكم шу'убам ва каба'иле лита'арфу, инна акрамакум инда Аллахи аткаакум, инна Аллаха алиему хабир». О, люди, воистину, «Мы создали вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг другу и сами почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязнены, воистину, Аллах знающий, ведающий». Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миру в мире и благословения последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие диноверцы, «Почитание запретных месяцев требует воздержания от терроризма и экстремизма любого рода, пролития крови и запугивания мирного населения. Это также требует обратиться к Всевышнему Аллаху с помощью большего послушания, поэтому мы должны прожить эти месяцы и дни, проявляя усердное поклонение и очищая себя добрыми деяниями». Всевышний Аллах говорит, «И творите добро, быть может, вы преуспеете». Пророк Мухаммад, мил ему благословение Аллаха, тоже поведал, «Постись в запретные месяцы и оставляй пост». «Постись в запретные месяцы и оставляй пост». «Постись в запретные месяцы и оставляй пост». Одним из запретных месяцев является месяц Раджаб, а это слово образовано от слова «Ат-Тарджиб», что значит «почтание». Между тем, арабы называли его «Ал-Асам», так как они не слышали в нем звука войны. Это также месяц, во время которого произошло чудо нашего пророка, да благословите его Аллах и приветствует, Аль-Исра и Аль-Мирадж, ночное путешествие пророка Мухаммада в Иерусалим и его вознесение на небеса. Этот месяц также является ключом к месяцам добра и благословения. Абубакр Аль-Уррак Аль-Бахли, да помилюйте его, Аллах сказал, «Месяц Раджаб, месяц Пасева, месяц Шабан, месяц Оращения, месяц Рамадан, месяц сбора урожая». Как же прекрасно для нас воспользоваться запретными месяцами в послушанном могущественному и величественному Аллаху, оживляя землю, совершенствуя работу, совершая побольше добрых дел, кормя голодных и распространяя дух солидарности и сочувствия. Пасанник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует и зрек, «Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше ползы, а среди деяний великий и всемогущий Аллах больше всего любит, когда приносят радость мусульманину, или избавляют его от печали, или выплачивают за него долг, или утоляют его голод. И пойти вместе с братом по его делам, для меня милее, чем уединиться для поклонения Аллаху в этой мечети, то есть в мечети Медини в течение месяца. Кто сдержит свой гнев, недостатки того скроет Аллаха, Аллах, кто подавит свою ярость, имея возможность проявить ее, Аллах заполнит сердце того надеждой в день воскрешения, и кто отправится вместе со своим братом по его делам, пока не приведет их в порядок, Аллах утвердит того стопи в день, когда стопи будут сколзить. О Аллах, не спошли на нас свои благословения в Раджабе и Шабане, а также позволит нам достичь Рамадана. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.